В течение последних двух недель в соцсетях, в ватсапе, в интернете, на всевозможных ресурсах в мой адрес изливается огромное количество лжи, всяческой чернухи, непотребщины. Вы знаете, хочется обратиться к людям, которые этим занимаются. Вы чего хотели добиться? Вы думали, что я испугаюсь этого и сниму свою кандидатуру с выборов? Ничего подобного. Ваше поведение, господа, еще больше укрепило меня, мою уверенность в правильности выбранного пути, в программе моей партии. Кто занимается этим, я не думаю, что Фатыхов стал бы опускаться до такого уровня. Я не думаю, что этим занимается Жукатанский, потому что, ну, по сути, он практически вообще не участвует в предвыборной кампании. Кто остается, я не буду предполагать, пускай этим вопросом занимаются компетентные органы. Два заявления по фактам уже написаны и находятся в полиции и прокуратуре. Хочу сказать, что меня поддерживает моя семья, меня поддерживают мои товарищи. Так что вся эта дрянь – это мелочи. Вам, господа, пора узнать, что к людям честным, достойным грязь не прилипает. Наши оппоненты не являются на дебаты, не участвуют в них, кроме Единой России. В прямых дебатах не пришел ни ЛДПР, ни представитель о справедливой России. Я считаю, что это совершенно несерьезная позиция, когда людям нечего сказать. И такие кандидаты, я думаю, что не будут прямо, честно защищать ваши интересы. Только Коммунистическая партия, Магаданское оригинальное отделение, в которые сейчас пришли новая команда, новые люди, в которую я пригласила и Егорову Ингу Николаевну. Мы выдвигаем ее сейчас в Магаданскую городскую думу. Это честность, порядочность, чистота, энергия, молодость. И мы готовы идти с конкретной программой, выступать против, защищая ваши интересы в городской думе, выступая и за, в том числе, за прямые выборы мэра города Магадана. Поэтому мы считаем, что это правильный путь, правильная позиция. В следующем году у нас предстоят очень большие выборы. И это начало нашего пути. Это искорка, из которой должно возгореться пламя. И на следующий год мы должны прийти хорошей командой в областную, в городскую думу, для того, чтобы сменить несменяемую власть, и для того, чтобы действительно наш уровень жизни стал достойнее, лучше. И я хочу вас призвать прийти на выборы 8 сентября. Это избирательный участок УИК-11 и УИК-9. Это улица Гагарина, Лукса, Якутская, Карла Маркса частично. Ну, каждый не отсидеться дома, а прийти на выборы и поддержать нашего кандидата от КПРФ Егору Ингу Николаевну. Это достойная кандидатура. У нее два высших образования. Она не за деньги, а именно по своей душевной сущности, по своей натуре, по своей идее готова добиваться для вас и в целом для нашего народа последующим лучшее положение в обществе того, которого мы заслуживаем. Хотела бы прокомментировать информацию о том, что я была в НОТ. Да, это правда. Я никогда этого не скрывала. Ничего зазорного в этом не вижу, потому что в НОТ находится много патриотически настроенных людей. Да, у меня есть ряд расхождений с ними в определенных позициях, но сейчас я не буду углубляться в эти подробности. Расскажу краткий экскурс, как я туда попала. Пришла я в НОТ с идеей спасти самолеты, утонувшие в Магаданке во время наводнения, возле подвига, разрушенные наводнением. Я не знала, в какую патриотическую организацию мне пойти с этой инициативой, поэтому пришла в НОТ. Мы объявили сбор средств, собрали средства, восстановили МиГ-21. После этого я покинула данное народное движение, потому что, в принципе, это единственное, что меня там удерживало. Самолет этот восстановить было необходимо, потому что это наша история. МиГ-21 является лучшим истребителем своего класса. В странах третьего мира до сих пор есть летчики, которые совершают военные победы на данном самолете. Поэтому мы не могли просто так его потерять. Конечно, была идея восстановить и сушки, но, к сожалению, средств нет, никто помогать из официальных лиц не захотел. Поэтому удалось нам восстановить только МиГ-21. Никогда не скрывала, да, я там была, цель была выполнена. Наш кандидат, наш соперник от «Справедливой России» использует не официальные каналы телевидения, а альтернативный политический журнал «Филогриевского». И фактически Вячеслав работает на «Справедливую Россию» и приписывает инициативы, которые принадлежат, совершенно не принадлежат Ковалю, приписывает «Справедливой России» и ему. Это действительно ложь. Я бы хотела вас обратить внимание на нашу прессу. Это газета «Колымская искра» и газета «Колымская искорка», где конкретно написано о нашем кандидате. И здесь написано 11 тезисов, почему нужно голосовать именно за Егорову Ингу. Сила правды в правде, а правда в КПРФ. Просыпайся, Колыма, приходите на выборы и голосуйте за силу и за правду. Уважаемые избиратели, приходите 8 сентября на выборы, поддержите меня, мою команду, партию КПРФ в моем лице. Давайте начинать наводить порядок в нашем округе, в нашем городе. Я не являюсь бизнесменом, за мной не стоят люди с деньгами. Я буду защищать именно ваши права. Поддержите меня 8 сентября. Субтитры создавал DimaTorzok